День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Drakensang. Эта игра базируется на pen and paper играх, а то есть это то же самое, что и Dungeons & Dragons, только с названием Black Eye, Черный Глаз или Черное Око, чтобы быть более эпичным и более RPG-шным. И, знаете, я сейчас поиграл, я немного поиграл, скажу вам честно, я немного поиграл, просто потому что в таком огромном массивном RPG тяжело что-нибудь пройти, и тут нужно неделями сидеть, чтобы и вправду разобраться полностью. Но то, что я поиграл, это очень-очень хорошо, при том, что эта игра является сейчас частью бандла Groupies B My Mate или что-то такое. Посмотрите в описании, ссылочка на бандл, и так как я там выбрал себе моя игра бандла, это Патриций, то эта игра мне досталась, считайте, в кавычках, бесплатно, и поэтому я мог бы даже согласиться на какой-нибудь середнячок. То есть что-нибудь такое, ну да, ну хорошо, но RPG. Но это оказалось очень-очень приятной игрушкой, с интересным сюжетом, и самое приятное это то, что это RPG старого типа. В наше время RPG, так, давайте я эту мысль продолжу попозже, давайте сейчас просто выберем героя. У нас много разных рас, у рас разная спецификация, также у нас есть специальные роли как пират, амазонка, и так, и у нас дворфы есть. Я, например, в свою игру играю сапером, просто мне понравилась его свечка. И, ну, как видите, здесь очень-очень много вещей, при том это серьезный RPG, в котором, если мы нажмем на кнопочку Expert Mode, то у нас появится вот такой вот список. Это все, конечно же, из pen and paper игр, в которых мы можем в самом начале расставить парочку статов, может быть что-то пониже, что-нибудь повыше. Это все для профессионалов. Но для тех, для начинающих, которым я себя тоже считаю, я всегда вам советую, если вы встречаетесь с неизвестной RPG, всегда берите в Warrior. А то есть это Милли, герой, у которого очень много защиты, и которым обычно очень просто играть. Потом можно будет обычно решить защиту, а то есть брать ли щит, например, или двуручник, чтобы лучше защищаться или лучше наносить урон. Но это уже попозже. Но в самом начале Warrior легче всего играть. И поэтому давайте мы сейчас просто возьмем Warrior, мы поменяем, давайте я девушку сделаю, и давайте мы оставим, оставим здесь имя, я не буду его изменять, и мы сразу же в мире. И я говорил о мире, о игре, о том, что это старая классическая RPG, которая потихоньку, потихоньку засасывает игрока в мир. В наше время очень-очень популярная RPG, в которых с самого начала, с самого начала у нас метеоритный дождь, апокалипсис, драконы, смерть, и ядерная бомба повсюду взрывается, и Чик Норрис всех убивает кашлем. Что-то такое. Здесь же, здесь мы начинаем очень-очень классически, то есть мы помогаем в таких мелких проблемах. У кого-то обыграл карманник, у кого-то что-то не так, у кого-то нужно репу собрать. Во второй Готике мы в самом начале собирали репу. Вот, ходили, собирали репу. Здесь же мы соберем парочку квестов, соберем сразу же парочку новых героев, и я буду пропускать диалоги и всякое это, я вам буду объяснять, что здесь происходит, и что мы делаем, просто чтобы не тратить на это время. Итак, мы сейчас говорим с королевой, а то есть я предположу, что это королева-цыган, у которой украли ее корону, ну или специальную такую корону, и поэтому мы и поможем. А то есть она говорит, что с этой короной исчез кто-то, а то есть ее друг исчез, но корона не так важна, когда как намного интереснее спасти ее друга. И давайте тогда пойдем поищем этого дженера. Так, давайте тогда сейчас закончим диалоги, потому что в них можно сидеть бесконечно. И пойдем-пойдем дальше, посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть уже сразу же разные учители скиллов, вы можете здесь заниматься крафтингом. Я, так как провел в игре не очень много времени, я не очень много могу вам сказать. Могу вам сказать, что оно есть, оно действует, и оно особенно хорошо для тех героев, у которых с самого начала уже этот скилл развит, то есть которым не нужно учиться. Итак, давайте подойдем к этому странному человеку. Это у нас такой вот странный-странный человек, который знает, где найти того друга с короной. И мы продолжим. И да, многие тексты не озвучены, многие тексты нужно будет читать. По-моему, русской версии нет. Может быть, уже вышел русификатор, потому что игре уже, ну, достаточно много времени, и так как здесь просто тексты, люди могли спокойно ее, ну, не взломать, но просто модифицировать. Итак, давайте-давайте пойдем. И как видите, у нас нету боя, у нас нету экстрима. Мы попадаем в город, нам говорят, что и чтобы нам попасть в город, то есть пройти в город, нам нужно, чтобы два уважаемых гражданина нас посоветовали. А то есть здесь у нас туториальная зона, в которой нам нужно собрать квесты, помочь кому-то, ну, и чтобы пройти дальше. Итак, давайте мы здесь замечаем разговор. Разговор этой амазонки и вот этого бартендера. То есть мы должны были его спросить насчет короны, но еще мы его спросим насчет... Так, насчет медведя. Так, давайте... Давайте я сейчас выйду отсюда. Давайте поговорим с амазонкой, потому что это наш первый герой, из которого мы можем взять. Конечно же, можно попытаться пройти игру без героев. То есть вас никто не заставляет это делать. Но игра очень-очень сложная. Даже на... Даже в самом начале. Если вы будете неосторожно себя вести, игра вас убьет. Без вопросов. Она очень-очень жестокая, потому что бой базируется на броске кубика. А то есть даже если вы делаете все идеально, все очень-очень хорошо, вам может не повезти. Бросок кубика, конечно же, рандомный. И он может просто так случиться, что он нам не повезет. Поэтому игра иногда... Иногда нечестная. И иногда бой может пройти одним способом, а потом другим способом. То есть мы просто проиграем, перезагрузимся, и мы можем начинать бой снова. Итак, давайте сейчас вооружим наших героев. И сколько у нее? У нее 20 стрел. Давайте пока у нее стрелы есть. Будем ее держать подальше сзади. Так, давайте она, по идее, ко мне присоединится. Давайте пойдем. Автоматически земной побежит. И мы уже собрали два квеста. То есть у нас здесь был разговор. Эта амазонка охотится за большим медведем. Мы охотимся за короной цыганки. А также здесь встречаемся с двумя очень странно разговаривающими молодыми людьми, которые ищут своего мастера, мастера магии, который где-то потерялся в лесу, потому что, ну, он странный. Он немножко странный. Да, поэтому давайте пойдем посмотрим, что мы можем сделать, где мы все это найдем. И мы сейчас отправимся в лес. И, как видите, у нас еще не было боя. У нас диалоги. У нас очень-очень приятно озвучены главные... То есть главная сюжетная линия приятно озвучена. Все остальное очень-очень хорошо написано. Приятный мир. И уже... Бой? Зачем бой? Мне просто здесь интересно побегать, посмотреть, что есть в мире. И да, конечно же, у нас нету свободного мира. То есть то, что я имею в виду, обычно свободный мир для меня, это мир, в котором я могу подпрыгнуть. Если я не могу подпрыгнуть в мире, значит, мир ограничен. Это то же самое для Witcher. И я знаю, что там можно подпрыгнуть, но там можно подпрыгнуть, только подойдя куда-то и нажав кнопку. Да, это Witcher такой. Мне больше нравятся миры типа Готики, там, где можно подпрыгнуть, залезть. Может быть, вот на такой камень я не мог бы залезть, но я могу найти место, на котором разработчики забыли, забыли этот камень сделать гладким и запрыгнуть туда. И облазить все-все-все в мире. Здесь такого нету. Но это все сделано для того, чтобы напомнить нам... настольную игру. Это меньше компьютерная игра. Это больше настольная игра, у которой есть оформление вот такой RPG-игрушки. Очень-очень даже прилично выглядящей. Так, давайте посмотрим, что у нас в сундуке. Я могу открыть его. Так, у нас здесь факел, который мне не пригодится. И давайте пойдем в пещеру. Если я не ошибаюсь, мы здесь в пещере наткнемся и на мага, и на медведя. И я думаю, что я сделаю эти два квеста, и мы тогда закончим. Потому что я не хочу и не спойлерить ничего. Да и здесь, это RPG-игра, в нее можно бесконечно играть. По идее, ничего не понятно, пока игра не закончится. Притом, в самом начале, как видите, мало вещей, мало скиллов, мало разных вещей, которые я могу использовать. Но что я могу вам сказать, это то, как эта игра ощущается, как она играется, приятно ли мне в нее играть, интересно ли мне в нее играть. Я скажу вам, что да. Да-да. И я думаю, что именно из-за того, что у нее вот... Ой. Ой. Меня уронили. Здесь была явно ловушка. Все понятно. И это все именно из-за классического начала. То есть, очень спокойное, очень медленное, никуда не торопимся, объясняем, что происходит в мире, разговариваем с разными людьми, у каждого есть диалог, а у тех, у кого нету диалога, есть обычно разговорчик, который нам объясняет, что происходит в мире, может быть, какие-то проблемы, может быть, какие-то специальные вещи происходят. Здесь можно постоять, просто послушать. Итак, давайте нападем, давайте сделаем очень мощный удар. Так. Оп. Отлично. И крыса, крыса, крыса. Нет, с крысой я разговаривать не буду, но я... Ага, хорошо. Все понятно. Мы убили до того, как я смог использовать специальный скил лучницы моей амазонки. Но ничего, давайте пойдем дальше. И встретим нашего мага, который здесь натворил всякую-всячину. Видите, он здесь превратил людей в камни. И что-то тут было не то. И давайте посмотрим как раз. Я тогда не мог взламывать... Нет, я вообще не могу взламывать сундуки. Да. То есть, конечно же, чтобы взламывать сундуки, нужно играть рогом. Ну, или, по крайней мере, магом, у которого есть такой скилл. Так, хорошо. Давайте продолжим дальше. Опять ловушка? Что там было такое странное? По крайней мере, меня теперь не сбили с ног. И давайте, давайте продолжим. Найдем мага. И с помощью мага, потому что он от нас не сразу же убежит, а мы его должны еще вывезти из пещеры. Мы найдем мага, и он нам поможет убить медведя, потому что медведь это большой-большой враг. Так, ты... Маг, вернись. Вернись, я все прощу. Маг! Маг! Он такой немножко странный, озвученный. Я просто уверен, что мы с ним встретимся попозже, потому что он один из главных героев. Но он такой классный, он немножко потерянный. Очень-очень похож на Гэндальфа, который начинает придуриваться постоянно. Гэндальф веселый. Он очень любит это делать. И давайте тогда вернемся. И сейчас на обратном пути у нас будет больше экшена, по-моему. Мы встретимся наконец-то с людьми, с врагами. Побольше крыс будет. Ну и, конечно же, закончим это медведем. Ну и что вам еще сказать? Если вам понравилась игра... О, господи. Origins. Dragon. 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 От Electronic Arts. Шикарная большая RPG. Dragon Age Origins. Вот. Вот. Вспомнил. Так, давайте посмотрим, какие у нас есть враги. Как видите, как только мы переходим в бой, мы становимся на паузу. А то есть, чтобы можно было дать разным героям приказы. Например, мага я не контролирую, он просто с нами в группе пока что, он нам помогает. Но я не могу ему ничего приказывать. Когда герои, которые постоянно уже со мной будут, я могу им говорить, давать разные приказы. И давайте сейчас попробуем воспользоваться нашей специальной возможностью. То есть, специальный выстрел. Так, хорошо. А здесь, здесь у меня почему-то я не могу, не могу его ударить. Может быть, ага, может быть они со мной что-то сделали. Может быть у меня недостаточно чего-то. То есть, тут очень-очень много статов, за которыми стоит и нужно следить обязательно. Так, давайте тогда еще раз выстрелим. Так, давайте посмотрим, здесь у нас как дела. Так, атаковать. Mighty blow, mighty blow, endurance cost. А, все понятно, это я просто был ранен. И теперь у меня выносливости не хватает для того, чтобы использовать этот скилл. Ну, интересно. Ну, нужно будет себя полечить. Так, давайте посмотрим, что у нас в сундуке. И, конечно же, как и в каждой, хорошей RPG, у нас есть лут. Я как раз тогда забыл получить крыс, оторвать им хвостики. Но, я просто не хотел терять время. И давайте тогда сейчас спустимся вниз. Ну, по карте вниз спустимся. Найдем медведя, попытаемся его тоже убить. Так, кто у нас здесь? У нас здесь крысюки. Хорошо, давайте. Так, тогда этого геро, или героиню эту нашу, здесь поставим. Специальные скиллы не будем использовать. Так, давайте. Так, по шагам, по шагам, потихоньку. Так, давайте специально. Ага, Магнаму убил вот эту крысу. И... Оп, немножко осталось. Хорошо. Теперь, теперь нужно подумать. У меня с медведем, получается, один мили герой, у которого... Так, давайте я посмотрю, как раз у меня, как там со скиллами, с жизнью. У меня, да, у меня пока что нету экспириенса. Я так, квесты не выполнял. Ну, или недостаточно квестов выполнял, чтобы у меня был левелап, или что-нибудь такое. Поэтому я здоровье себе не могу приподнять, или скиллы разные поставить. Ну, это начало игры, начало игры. Здесь очень-очень медленно и скупо раздаются экспириенс поинты, просто потому что это сложное, медленное, хорошее, качественное РПГ. Так, давайте продолжим. Вот сюда пойдем. И... Так, о господи. Мои NPC, мои NPC, да, бывает. Ну, 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 бывает, ну, 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 дверь, ну, хорошо. Ну, они встретились с дверью и перенервничали. Это с кем не бывает. Увидели дверь и перенервничали. Просто не знали, что им делать. Маг, ты как, как себя чувствуешь? Нет? Маг еще пока что не оцепился. Ну, ничего, мы за ним вернемся. Как раз вот такой баг это в первый раз вижу. Обычно багов нету. Очень-очень хорошо. Игрушка идет. Да и просто потому, что она старая, ее постоянно апдейтили. И... к этому времени уже все-все-все баги они убрали. И тогда... А, у меня как раз в Амазонке закончились стрелы, поэтому давайте ей дадим мачете, или это большой нож. И давайте ее отправим тогда в ближний бой. Я волновался то, что у меня будет всего лишь один человек с ближним боем. Но ничего, все, теперь можно не волноваться, потому что... Так, давайте вернемся за магом. Маг! Маг, странный маг. Так, что это у нас, красюки? Так, Вот как раз мы можем Амазонкой теперь выполнять сильный удар, потому что, да, она такое тоже умеет делать, но ей нужен был просто меч. Маг, маг, ты видишь? Видишь? Видишь, где я? Так, давай сюда отбеги. Вот сюда, вот сюда отбеги. Ня. Хорошо. А маг? Вот, все, хорошо. Он проснулся, но ничего, ну хорошо, он у нас странный, он странноватый маг, он даже не знал, как он попал в эту пещеру и что он здесь делает, и почему он превратил кучу людей в камень, но они его явно обижали. Я не думаю, что он злой, я думаю, что он просто немножко потерянный. Так, давайте тогда посмотрим. Ага, хорошо, мои друзья здесь, так, давайте, пойдем, посмотрим, сможем ли мы справиться с медведем, если, конечно же, он здесь сейчас есть. А, вон он, вот он гуляет. Хорошо, давайте, давайте наших друзей подождем, и все. И я теперь сделаю так, давайте возьмем нашу главную героиню, поставим ее сразу же спереди, по отношению к медведю, просто у медведя, после парочки попыток, то есть я, я несколько раз умирал на медведе, у медведя очень-очень сильный удар лапой, который он спереди, ага, все, маг нам очень сильно помог, в прошлый раз просто я без мага проходил, мне это было тяжело. Но видите, с магом, с магом, маг мне помог. И хорошо, мы получили как раз, так, закончили квест, можно теперь будет отнести, например, голову медведя в кабак, сдать, ну, и так далее, и тому подобное. у нас здесь есть большая карта региона, у нас мир проходит по регионам, так, давайте выйдем из этой пещеры, пойдем в мире, покажу вам карту, у нас регион за регионом, за регионом подгружается, у нас нету большого открытого мира, но, с другой стороны, во многих играх нету такого постоянного, вот как Скорим, даже в Скориме, по идее, нету постоянного открытого мира, потому что там, например, данжена подгружаются, и разные здания тоже подгружаются, так, хорошо, давайте, давайте тогда, оп, шпак, я не знаю, зачем я начал бегать, как сумасшедший, я испугался, я перенервничал, да, вот как маг тогда перенервничал, превратил всех в камень, я тоже перенервничал, повернулся спиной к крысе, к крысе, спиной поворачиваться не стоит, так, ну, и что ж, так, хорошо, мы помогли магу, он телепортируется отсюда, и мы продолжаем, и как видите, у нас здесь еще разные квесты, например, здесь вот пониже у нас будут два селянита, которые решают срубить яблоню, или не срубить яблоню, то есть один говорит, нет, мой прадед посадил яблоню, а другой говорит, нет, это мой участок, брысь, брысь, я буду рубить дерево, и там можно будет решать, то есть это не только боевые квесты, не только собирательные, но еще разговорные, то есть это и вправду хорошее, хорошее, я бы даже назвал эту игрушку добрая RPG, оно такое качественное, медленное, хорошее, милое, приятное, и так как оно в банде, советую, то есть тут просто нету причины не поиграть, не посмотреть, особенно если вам нравятся RPG-шки, я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok